Всем привет! Сегодня я хочу сделать для вас детальный обзор на тональную основу L'Oreal Lumina Jig, как я и обещала в своих недавних видео. И если вам интересно посмотреть и послушать моё мнение об этой тональной основе, то, конечно же, оставайтесь. И начну, наверное, с внешнего вида, с дизайна упаковки. Упаковка мне очень нравится, тональная основа выглядит действительно довольно дорого. Это стеклянная упаковка, и сама помпа выполнена в модном сейчас оттенке розового золота. Очень я люблю тональные основы, которые идут с помпами. Во-первых, это удобно. Во-вторых, ваша баночка всегда будет выглядеть чистой, и тональная основа не будет растекаться везде, где только можно. И теперь, что касается её названия. Дело в том, что название L'Oreal Lumina Jig предполагает, что тональная основа будет сияющая. И, в принципе, это заявлено производителем, что это так. Мне кажется, что это название очень сильно вводит в заблуждение покупателей. По крайней мере, я ожидала, что это будет очень сияющая тональная основа. Но оказалось на деле, что я бы больше её называла как деми-матовая. Она, конечно же, не полностью матовая, но в то же время она и не даёт такого сильного сияния. Сейчас у меня эта тональная основа на лице, и в зонах, где вы можете видеть сияние, я использовала хайлайтер. И если бы я использовала только эту тональную основу, она бы выглядела практически матовой. Что касается её покрытия, то она имеет очень лёгкое покрытие, я уже об этом говорила. Поэтому, если вы ищете тональную основу, которая будет скрывать какие-то недостатки на вашей коже, то 100% не покупайте эту. По моему опыту, эта тональная основа плохо наслаивается. Поэтому, даже если вы тонким слоем нанесёте её на всё лицо, и потом попробуете наслоить в тех местах, где у вас проблемы, то, скорее всего, это будет выглядеть не очень хорошо. Поэтому лучше возьмите тональную основу с более плотным покрытием. Но тем, кто хочет просто выровнять тон и сделать более здоровое лицо, то она подойдёт просто замечательно. Огромный плюс этой тональной основы заключается в том, что она не портит мне кожу. И заключается это в том, что, во-первых, она не забивает мне поры, а во-вторых, она не провоцирует появление новых высыпаний. Когда я использую эту тональную основу, у меня абсолютно никак не меняется состояние моей кожи, и за это ей, конечно, огромный-огромный плюс. А минус я ей могу дать за то, что она не очень хорошо держится на лице. Я к этому времени уже пробовала довольно много тональных основ, и это не самое, далеко не самая стойкая из всех, что я пробовала. И это довольно обидно, потому что её в любом случае надо чем-то закреплять, и если вы будете закреплять её пудрой, то весь её эффект Lumi вы сразу же, конечно же, убьёте. А я эту тональную основу закрепляю спреем от Scandinavia, и держится она довольно прилично с этим спреем. Что касается оттенков этой тональной основы, то тут, конечно же, отдельный разговор. Дело в том, что оттенков, на самом деле, существует очень много. В Америке существует целых три линейки этих тональных основ, то есть тональной основы для холодных цветотипов, тёплых цветотипов и нейтральных цветотипов. И оттенки разбиты действительно очень хорошо. Но в Украину, к сожалению, наши магазины завезли очень маленькое количество оттенков. По-моему, там их было, может, штук пять максимум. И вот этот вот оттенок N2, то есть нейтральный второй, он для меня подошёл лучше всего. Предыдущий оттенок был почему-то для холодных цветотипов, и он был очень розовый. А следом за ним шёл тоже тональный для нейтральных цветотипов, в третьем оттенке, и он уже был довольно-таки тёмный, то есть мне бы он подошёл где-то уже, наверное, на лето. Поэтому, скорее всего, наши магазины посчитали, что N2 это самый универсальный оттенок для всех девушек, и они даже не удосужились завести этот тон хотя бы в трёх линейках, то есть для холодных, тёплых и нейтральных цветотипов. С какой-то стороны это большая проблема, потому что если вы замечаете, что вам в других марках подобрать сложный оттенок, то в этой тональной основе будет ещё сложнее, если вы находитесь в Украине и будете покупать их в местных косметических магазинах по типу Evo, Watson's и так далее. И последнее, что я хочу сказать по поводу этой тональной основы, это чем её лучше наносить. Я пробовала разные способы, и пока что мне больше всего нравится наносить её плоской кистью по типу Sigma F60. Опять-таки, эта тональная основа не очень хорошо выглядит, когда вы наносите её кабуки кистями по типу Sigma F80, и мне намного больше нравится эффект от плоской кисти лепестка. Ну вот и всё, вот такой вот обзор у меня получился. Этой тональной основе я, наверное, поставлю твёрдую четвёрку. Сниму я ей балл за то, что она плохо держится, и оттенок у неё всё-таки не идеально мне подходящий. Если вы уже пользовались этой тональной основой, то оставьте своё мнение в комментариях, мне будет очень интересно его узнать. И что касается giveaway, который будет проходить в этом видео, то я для вас тоже подготовила тональную основу, которую очень много людей любит, и ещё больше, наверное, хочет попробовать, но не знает, где её можно приобрести. И эта тональная основа от Revlon, которая называется Color Stay. Это версия для жирной или комбинированной кожи. Оттенок у этой тональной основы 180 Cent Beige. Это нейтральный светлый бежевый оттенок, который, мне кажется, подойдёт довольно многим в это зимнее время. И если поставить рядом две эти тональные основы, то вы увидите, что лореаль немножко более жёлтая, а эта немножко более нейтральная. Я выбрала именно этот оттенок, потому что он является самым ходовым, и даже если он будет для вас слишком светлым, то вы сможете его использовать для смешивания тональных основ, для того, чтобы сделать более тёмную тональную основу как раз того цвета, который вам нужен. Если вас заинтересовал этот подарок, и вы бы хотели принять участие в этом giveaway, то прочитайте правила, которые я все опишу под видео. Обязательно следуйте этим правилам, так как я буду это всё проверять. А на этом всё. Если вам понравилось это видео, то не забудьте ему поставить палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и я надеюсь, что увижу вас в следующем своём видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok